Ну что, всем КамАЗовский салам! Снова с вами Рифат, КамАЗист. Так, пора раскрывать карты. Очень давно я не снимал, потому что было просто уйма проблем, которых я решал, которые у меня просто без конца и по 7-й день копятся. И из-за этого я очень долго не выпускал ролики. Сейчас вам об этом подробнее буду рассказывать. Что поменялось, что изменилось, где я обновился. Только это не камень, а чуть другое. Обновился, правда я не в плане грузовиков. Потому что у меня не хватает финансовых, я это и говорил до этого. Кто думает, что мне хватает, у меня не хватает финансовых. Ну на одну определенную технику мне хватало в определенное время, а теперь мне вообще ничего не хватает. Так, какие новости? Новости такие, что Prior продалась, BMW продалась. Да, BMW продалась, я не успел заснять обзор. Но я сам не расстраиваюсь, так как у моего друга есть ТБХ. И я могу ее заснять, в принципе, без каких-либо проблем. И рассказать все впечатления, что думаю о этой машине. И рассказать людям, которые думают купить эту машину. Потому что я еще не такой блогер, как автомобильный, популярный, там на Теслах ездить, на последних М5. Я приземленный человек, обычный, как и большинство моих зрителей. И которые смотрят все машины как раз в таких диапазонах. Ну, более приземленные машины, так скажем, снимать, рассказывать, рассказывать про их потенциал. На что машина годится, на что машина не годится. Вот, я обновился на две машины. И я вам открою карты. Кто посмотрит этот ролик, будет знать, что будут такие ролики выходить. Сделал довольно-таки интересно. Вместо приоры я взял Калину Спорт. Да, вы сейчас, наверное, смеяться начали, но это не просто Калина. Это Калина Спорт. И я вам скажу так, что Калина Спорт для меня... Вообще Калина была всегда дедовская машина. Но, поверьте мне, я просто изменил свое мнение, поездив на этой машине. Реально, я это расскажу в ролике. Просто кардинально эта машина перевернула мой автомобильный мир. Объяснить этот факт действительно невозможно. В голове, в основном, в плане от горячей хэтч и Калина... Блин, казалось, как можно Калину назвать горячей хэтч, зажигалочкой? Так просто. У меня никогда это в голове не укладывалось. И вторую машину. Реально в диапазоне 350-450 тысяч рублей. Получается, как по мне, один из лучших вариантов покупки. И я вам покажу это просто в другом ролике. Не буду говорить, что за машина. Пусть будет, наверное, больше интригой. Взять вот автобусники у нас в долине. Я не знаю, если автобусники не смотрят. Просто, одним словом, дурные. Зачем было меня обгонять по второй полосе перед остановкой с грузовиком на красный свет. Потом он включает поворот. Ну, сразу за светофором остановка. Ну, сзади меня фура стоит, я стою и две машины. Я не знаю, и вот здесь две машины. То есть он бы стал бы прям параллельно ко мне. На хера он сюда подъезжал и включал поворотник на остановку? Вот просто это настолько глупо, это настолько нелепо смотрелось. Я начал ускоряться. А я там, у меня там груза, блин, не знаю, ну тонн 7, наверное, 8, может, чуть меньше. КамАЗ с таким-то ножом, как самолет, в принципе, едет. Плюс у меня еще короткие мосты стоят. Ой, редуктора. Для меня сейчас первый раз в жизни сбили собаку. И как бы знакомый человек, он на пятнадцатый ехал. Капец, это сейчас было жестко. Короче, реально, в таких моментах вот нужен регистратор. Выбегает из поворота, я еду, выбегает барашка. Просто, я не знаю вообще, откуда там барашка. Там, блин, населенных пунктов нету. Выбегает барашка, из ниоткуда просто вылетает. И за ней следом собака вылетает. И собака под колеса пятнадцатых, получается. И картина не из хороших. Человек, правда, не убрал собаку в сторону. Ну, и я, собственно, тоже этот, ну, боюсь такие вещи, так мягко сказать. Вот, ну, такая картина не из лучших, я вам скажу, вообще. Такой момент надо, чтобы камера снимала. Ну, просто барашки, из ниоткуда собака. Капец просто. Так, хотел сказать. Увидим, как рисуют, а может, как рисуют. А это вот эта брика. А не. Я так вот и не понял, просто реально, там вообще нельзя, в принципе, парковаться. Они зубо на обочине не вкинули машины. Тут и так обочины-то практически нет. И, походу, ночевали там, пипец, тут машины так летают. По идее, даже были гаишники подъехать и брать. Не нашли другого места, что ли, вообще странно. Как-то интересное место они выбрали, честно говоря. А мы с вами, кстати, едем в Галензапу, как этот поселок называется. В сторону Орлины, в сторону Фороса. Потом вам подробнее название скажу и расскажу про это место. У нас тут, короче, конкретное строительство. И так, как так вам показать? Короче, пробка очень длинная. Походу, на весь спуск. Так, наверное, на пониженную перейдем, потому что фиг его знает, что там будет. Фига, здесь все перерыли. Все, что только можно. Нету нашего привычного кольца Ялтинского на Севастополь. Вот, блин. Вот он, тот ман. Кстати, по пути много гаичников было. Этот ман у нас в Севастополе забирает всю технику, которая гаичникам не понравилась. Они предполагают обычных гаичников. Что-то много гаичников было, я вам скажу. Вот еще гаичники. Но при этом не они тормозят. Как-то вот по машинам они вот так вот разбросаны. Много очень гаичников было. То на своих машинах еще что-то. И вот они утром над дорогой стоят. Или байк-шоу должно быть. Я вот что-то не понимаю. Байк-шоу вроде уже было. Очень много гаичников. Я не знаю, на каждом повороте стоят. Прям куча-куча машин. Видимо, кто-то едет. Или уезжает. Все вполне возможно. А ну вот по таким красивым местам едет. Приехали. Село Тыловое. Сейчас я покажу. Так. Каланых-Кая. Гора рядом. Вот эта вот красивая гора наша. Так. Ну и сейчас скажу вам точно. Вот Орлиная у нас. Форос дальше. Сзади Севастополь. Вот Волоклава. Видно нет. Вроде бы как мы приехали. У нас вот здесь вот. Здесь куча озер. Здесь воздух. Какое-то окно открываю. Еще такой классный. Вообще, здесь очень древние дома. Их, наверное, уже половину посносили. Я вам так хочу сказать. Объясняю кратко. Тыловое. Это бывшая Хайта. То есть, 1400 в каком-то году этот был город. Ну как, в те времена это был город. Здесь было 64 семей. Это был поселок, назывался Хайта по-крымско-татарскому. Ну, здесь был христианский поселок. 64 семей было небольшое. И он относился к Балаклаве, получается. Ну, те края Севастополя. Современного Севастополя. И 64 семей. Там по какому-то переписи было 54 семей. Такой небольшой поселок был. Вот. Здесь церковь стояла, часовня. Вот. Там дальше были другие мусульманские уже большие поселки. А это такой вот небольшой поселок был. Назывался Хайта. Это он после 44 года, он назывался, ну, тыловое. Данные. Это первое упоминание об этом поселке. Это 1456 году. Вот я в интернете сейчас нашел. Последний раз его изменили. Ну, прежнее название до 1948. После изменили его название. Это уже после войны. Короче. Все. Мы отгрузились. Здесь человек провел. Выезжаем в сторону дома. Такой тоже мини-рейс получился. Здесь такая лужа чуть-то. Неприятно. Так скажем. Вон, чтобы КамАЗ не встал. Выехали. Что-то я так и не понял. То ли президент ехал, то ли кто. Говорят, когда я заехал, там вообще перекрыли, никого не впускали. Так что меня еще фортануло. Я четко по времени успел. Надеюсь, что сейчас открыли дорогу и мы нормально выйдем. Смотри, что делают. Ну, блин, здесь же пробка. Едь-то уже с пробкой вместе. Идиот. Как я вот вправо прижмусь. Вот как. Просто я вот... Как раз люди там не спали. Блин, фура. А, как раз это эти... Вот эти вот граффити рисуют, которые, блин, я и чай пью, и снимаю, и музыку отключаю. Ну, вот эти штучки. Я думаю, они там ночуют. А как потом я проезжаю, смотрю, так же палатки стоят. Но там очень много краски. Прям очень много. И они рисуют. Видимо, их наняли или что. Чтобы они эти стены обрисовали. Ну, прикольно, я вам скажу. Красиво. Во всяком случае, это лучше, чем вот эти вот... Всякие надписи рисуют дебилы мелкие. А это реально красиво. Я это поддерживаю. Мне это очень нравится. Это реально бомба. Реальный респект. Адреватый Камазистый респект. Меня бы нарисовали на Камазе. Было вообще кайф. Как же забыл, когда последний раз мыл его. Надо помыть. Видал. Грязный вид. Заслужил старичок. На моечку заехать. Тройм, тройм. Чистенький будет. Чистенький. Помытый. Красавчик у нас. Вот такой мини-рейс. На этой ноте заканчиваем. Помыли Камазик чуть-чуть. Купил вкусняшек. Домой отдыхать. Такой мини-рейс. Поставил вас в известность. Что сейчас происходит. Что будет дальше с каналом происходить. Ту машину. Которую я покупал. Именно для канала. Я ее тоже засниму в видео. Объясню. Почему так долго все происходило. Почему так долго не показывал. Зачем я купил для канала. Потому что меня уже все родственники достали. Близкие родственники. Там родные. Продавай. 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 Зачем. Я говорю. Я его покупал именно для вас. Для своих подписчиков. Потому что вы тоже для меня как родные. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь. Опа. Это тахограф выплюнул. Карточку. Так. Ну все. Рейс закончился. Все прошло отлично. Спасибо. Целую и обнимаю. Как говорится. Пока.